здравствуйте дорогие друзья рыболовы но и не только рыболовы очень часто возникает проблема из чего бы сделать можно было ручку скажем на удочку или на какой-то хозяйственный инструмент ну вы могли заметить что сейчас на спиннингах на удочках практически перестала использоваться пробка вместо нее используется его или его это этилен винил ацетат композитный материал все движется вперед и пробка конечно дороже чем этот синтетический материал используется но и слава богу мы широко пользуемся но дело в том что иногда вот как я уже говорил возникает необходимость что-то сделать своими руками и здесь я столкнулся с одним интересным материалом это синтетический вспененный каучук он он может быть совершенно в разных вещах у меня в частности вот есть вот такие вот трубки и я попробовал с ними поработать и получилась довольно интересная вещь и я хочу вас с этим делом познакомить может быть кому-то это покажется и полезным вспененный каучук это естественно не его и он может состоять совершенно из разных вещей в отличие от евы которые как я уже вам говорил и телен винил ацетат здесь могут быть и ботадиеновые и разы различные различные каучуки они применяются в самых различных вещах в частности вот это вот это трубки для теплоизоляции ну мелких трубочек медных ну вот сыну меня их используют использует при проводке кондиционеров они могут быть различным диаметр диаметр у них я посмотрел от 6 до 32 миллиметров и различной толщины стенки я вам собственно говоря показываю сами трубки и цену этих трубок в принципе цена небольшая ассортимент очень большой и всегда можно подобрать то что вам необходимо сейчас я хочу просто вам показать что получается из этого дела я сам столкнулся с этим несколько для себя неожиданно при термообработке этих трубок они уменьшаются в диаметре уменьшаются в объеме и не сказать что это уж особо термоусадочные свойства но такими свойствами они обладают и это можно использовать вот давайте сейчас посмотрим просто на примере вот эту кусочка посадим его на палку и посмотрим что из этого получится я буду использовать строительный фен поставлю его на максимум почти ну где-то на 500 градусов и посмотрим что у нас получится начинаем нагревать сразу как вы можете заметить он теряет и теряет свои свой внешний вид и начинает уменьшаться в размере ну это я естественно сделал на самом максимуме и получилась вот такая вещь очень плотно она сидит когда мы будем делать какие-то вещи я там еще один прием покажу ну и как вы могли заметить все таки 500 градусов слишком много и когда будем делать какие-то изделия ну градусов 400 нам хватит лучше мы подольше обработаем но она у нас будет поровней и посподручней в принципе тоже самое можно сделать наверное надо газовой горелкой в домашних условиях я честно говоря сам не пробовал но я думаю что может получиться надо попробовать я к этому приходил ну как бы постепенно вот в частности когда купил баллонку то вот этот вот комель мне показался слишком тонким и не очень удобным при рыбалке но его достаточно тяжело тонкий комель держать в руке не совсем удобно я здесь поставил я вам уже показывал это там усадочная трубка но термоусадочная трубка она тоже тонковато а вот если попробовать сделать из синтетического каучука то может получиться интересная вещь вот в частности у меня есть вот такая пятиметровка замечательная легенькая удочка прекрасная но у нее для меня я этот чисто личное мое мнение у нее такой же недостаток как у баллонки вот слишком тонкая вот эта вещь и удочка хоть и легкая но пять метров рычаг большой и держать держать ее долго в руке в общем рука устает желательно здесь тоже иметь какую-то рукоятку ну так вот чтобы она под локоть ложилась то есть ну где-то вот такой вот длины это буквально 35 сантиметров вот у меня есть такая трубка диаметр у нее 35 по внешней стороне внутренней двойка ну стенки достаточно тонкие можем было бы и побольше но уже какая есть вот сейчас мы из нее попробуем сделать рукоятку на мою пятерку что здесь нужно сделать можно делать конечно можно не делать но для страховки для того чтобы она не прокручивалась и не соскакивала в дальнейшем мы ее обезжирим быстренько и нанесем любой клей причем причем не надо его наносить толстым слоем у меня вот в частности этот кристалл моментовский его не надо наносить толстым слоем просто как бы ну слегка наметить все и натягиваем сюда эту трубку она должна войти достаточно легко почему я говорю что не надо много клея он там сам ее размажет доводим до конца выводим пробку вот вот эту вот так мы оставим и начинаем как я уже говорил обрабатывать при температуре попробуем 400 градусов и будем смотреть что у нас будет получаться вот так обрабатываю заметно что происходит термообработка и делаем до той степени до какой нам надо края вот здесь побольше обрабатываем лишнее потом можно будет срезать ну и пожалуй я бы вот так наверное и закончил бы потому что чем больше мы будем нагревать тем меньше она будет становиться вот получилась у нас вот такая вещь очень даже удобная ну может не идеально конечно ровная но нам из нее не стрелять как я уже сто раз говорил а рукоятка получается рукоятка получается теплая удобно и достаточно шершавая ну и на клюю естественно она там прихватится вот такая вот вещь ну края краешки здесь акуля аккуратненько канцелярским ножичком обрежем чтобы они не торчали ну примерно я сейчас покажу что я сделал еще с одной удочкой ну вот я сделал рукоятку на ребячую удочку очень даже ничего в руке конечно лежит замечательно самое главное чтобы было удобно сейчас попробуем мы еще один вариант сейчас попробую еще раз усовершенствовать свою баллонку на вот эту термоусадочную трубку сейчас натяну вот эту трубку и обработаю посмотрим что получится все делаю то же самое обезжириваю чуть-чуть клея и вперед вот опять 400 градусов и погнали в финале ну ну на ну Ну и хватит, наверное. Замечательно. Вот такая вот получилась ручка. Очень удобная. Все держится мертво. И держаться, конечно, за нее совершенное удовольствие. Это не спичку держать в руках. Это уже держится просто капитально. Ну вот, собственно, все, что я хотел показать. Я сам на это натолкнулся совершенно, в общем-то, неожиданно. А получилось очень даже неплохо. Эти вещи могут использоваться не только на удочках летних, но и на зимних. Да, вы сами знаете, можно массу точек приложения найти. И мне понравилось. Жду от вас ответа. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, палец вверх. И до свидания.